И еще раз здравствуйте, мои уважаемые зрители, на дворе у нас заканчивается 28 марта и в последнем своем сегодняшнем обзоре я хочу рассмотреть события на фронтах украинской войны несколько под иным углом. То есть не просто описать события, там-то произошло вот это, там произошло вот это, там то-то, а просто попытаться это все объединить в единую логическую цепочку, почему все так происходит и к чему, например, та или иная сторона пыталась приурочить то или иное действие. Ну с российской стороной на самом деле все предельно ясно и понятно. Российские войска, у них цели четко очерчены и обозначены и они сегодня уничтожают вооруженные силы Украины. Они не спешат взять под контроль территорию Украины и ссылаясь на ту информацию, которую изложил в предыдущем материале, я думаю теперь понятно почему. Потому что пока не создана структура военно-гражданских администраций, то есть она не будет отлажена, брать под контроль огромные крупные города, ну это, как говорится, выстрелить себе в ногу. Понятно, что первичный план был несколько иным и в целом руководство Российской Федерации ошиблось в своих ожиданиях, но теперь, исходя из той ситуации, которая сложилась, ни в коем случае нельзя допустить ошибок. И я думаю, в том числе и по этой причине, пока никто в ближайшие несколько недель большие города брать под свой контроль не будет. Потому что для этого должна быть создана структура военно-гражданских администраций, которые в целом начнут уже нормально отрабатывать по Херсонской области, по Запорожской области, я думаю, в конечном итоге по Черниговской области. А уж потом вот этот опыт будет применен при управлении остальными освобождаемыми территориями. А вот на Донбассе все эти структуры создавать не надо. Эти структуры уже созданы 7 лет назад и они называются Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика, которые, естественно, взя под контроль свои территории, быстро наведут в них порядок. Ну и заодно именно здесь сосредоточены основные силы, вооруженные силы Украины еще боеспособны. Ну и, как говорится, звезды тут сошлись. Итак, с логикой российской стороны понятно. Теперь давайте попытаемся разобраться в последних событиях со стороны украинского правительства. У них все плохо. Ну реально, украинские вооруженные силы быстро теряют свою боеспособность. Политическое руководство страны уже очертило главные проблемы, которые будут в ближайшие дни, это Мариуполь. И в ближайшие недели это котел в районе Донбасса, который будет рано или поздно расчленен и уничтожен. И на эти события нужно как-то реагировать. И именно по этой причине Киеву нужна была срочно большая победа. И раз эту победу не удалось выдумать, а они попытались ее сделать уже даже сегодня четвертый раз, мэр Ирпеня сказал, что вот Ирпень освобожден от российских вооруженных сил. Когда они успели его освободить? Ведь по большому счету Ирпень до конца никогда не российскими вооруженными силами и не захватывался. Сейчас идет линия фронта как раз по Ирпеню и понятно, что победы там никакой не светит. Тем более, что сегодня, по моим данным, была довольно интенсивная артиллерийская переброска снарядами, в том числе и градами, где-то в районе севернее Бышева. И понятно, что ни о какой там серьезной операции вооруженной силы Украины в этом регионе речи быть не может. И именно по этой причине основную надежду украинское командование связывало с так называемым ударом по Херсону. Некоторые украинские политики, в том числе и губернатор Ким из трусов, буквально выпрыгивали, рассказывая о том, что вот украинцы ждите, скоро у нас будет большая значимая перемога, вернее победа, которая потом превратилась в перемогу. Эту операцию готовили, насколько я уже знаю, эту историю, на протяжении многих дней. Скрытно под Станислав перебрасывались те немногочисленные резервы, которые удалось вырвать из так называемого Одесского гарнизона, из частей 28 механизированной бригады. Они ночами перебрасывались над этот маленький мини-плазарм, концентрировались и готовились к атаке. Единственное, чего они не знали, что все эти передвижения были под плотным контролем российской разведки, которая вовремя вскрыв все эти движения, готовилась нанести мощный и неотразимый удар. Причем как только эти части изготовились для атаки, то есть вышли из своих схронов, мгновенно по ним была обрушена вся мощь, имеющаяся на этом направлении российской артиллерии, которая буквально считанными залпами обратила все это воинство в бегство. А потом, как пишет один из участников этих событий со стороны ВСУ, в небе появились грачи и добили бегущие колонны так называемых освободителей Херсона. Хорошая работа разведки, артиллерийский удар и добивание авиации, буквально хрестоматийно проведенная операция, в результате которого, как пишут сегодня Николаевские паблики, все местные больницы завалены ранеными, для них не хватает крови, а губернатор Ким после катастрофы в казармах 79-й бригады получил еще одну катастрофу, в результате катастрофы при так называемом освобождении Херсона. И на месте бы киевского руководства я бы вот этого хвостуна сменил. Карма у него, по-моему, очень плохая, ничего хорошего он вооруженным силам Украины не принес и не принесет. Хвостун слишком большой. Как в старину говорили, не хвались идя на рать, а хвались идя с рати. И это на самом деле была единственная возможность на сегодняшний день для политического руководства Украины парировать тот негативный эффект, который будет уже через несколько дней после освобождения Мариуполя. А потом катастрофы посыпятся одна за другой. И каким образом они будут все это парировать, вот лично я на самом деле не знаю. Эти люди, которые до сих пор верят всяким пропагандистам а-ля Арестович и прочее, шутки. Вот честно, я не знаю, насколько можно дальше будет изгаляться и все это перевирать, но, как говорится, поживем, увидим. Уже очень скоро им придется все это делать. Потому что если они этого не сделают, то население Украины перестанет верить в свою безоговорочную победу. А если оно перестанет верить, то вот эта вся структура, которая создавалась на протяжении многих лет, под названием «Украина, не Россия» начнет очень быстро саморазрушаться. Вот так на самом деле выглядит картина, если совместить вот эти вот боевые действия на фронтак украинской войны с политической составляющей. И это именно то, что я хотел сегодня вам показать в данном материале. Сразу хочу сделать еще одно объявление. Очень многие из моих зрителей увидели, что они не подписаны на мой канал. YouTube почему-то вас отписал и я советую вам проверить свою подписку. Думаю, многие из вас увидят, что YouTube по каким-то причинам записал вас в боты. Вот это теперь точно все. До свидания и до завтра.